В паблике черный список Самара показали сюрреалистичную банковскую картину сухой Самарки. В этом поселке, входящем, между прочим, в состав Кубышевского района Самары, местные жители получают банковские услуги с помощью финансовой автолавки. Как пояснили в комментариях, внутри кабины за решеткой сидит девушка и обслуживает население. Очень противоречивое зрелище, настоящий сюр. Такое впечатление, что вы на машине времени улетели в первую половину 20 века. Весь этот пепелац рассчитан на бабок, которые совсем не умеют пользоваться банкоматами и по-совковому привыкли ходить к тетке, выдающей пенсию и получку, принимающей квартплату. Многие бабульки до сих пор деньги на сберкнижку кладут. На настоящую, бумажную, как в молодые годы. Про онлайн, электронные кабинеты, мобильные приложения и прочие современные нано-прибамбасы здесь лучше даже не заикаться. Вот такой особый целевой клиент тут проживает. На Сухой Самарке старики особый контингент. Многие 50 лет отторобанили слесарями, вахтерами, сварщиками и так далее. У многих школьное образование от трех до семи классов, ибо это дети войны в большинстве. Работа у них была в основном физическая, не интеллектуальная. Теперь их очень сложно научить новому. Можно биться до бесконечности, но им проще так, как они привыкли. Ну и, конечно же, маленький упрек властям. На Сухой вообще нет никаких банков. Ни Сбера, ни Альфы, ни ВТБ. Ближайшие в Волгаре вроде, а старикам это далеко. С учетом того, что всего одна дорога и два маршрута автобусов, которые битком набиты в часы пик. Блогер Алексей Северкин рассказал, что 11 мая в Троице-Сергиевском храме прошло богослужение в память об ушедших журналистах Самарской губернии. Согласно сложившейся традиции, заложенной Самарским облотделением Союза журналистов, служба собрала ветеранов журналистики, а также преподавателей и студентов профильных кафедр самарских вузов. Лития памяти традиционно выпадает на девятый день после Пасхи, в православный праздник Радуница. На сегодняшний день в скорбном списке 488 имен. И для журналистского сообщества это не просто список. За каждым именем стоит личность и достойный путь в профессии. В память о журналистах учреждены ежегодные именные премии имени Иванова, Неверовой и Манойловой. И вот лишь часть имен тех, кого мы потеряли за последние два-три года. Светлая память нашим дорогим товарищам!